Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Наталья Игнатенко. Добрый вечер. Сегодня у Гомель началась 12-я выстава «Кермаш. Бизнес у регионах», у рамках которого в первую очередь проводится бизнес-дни с делом представников 11 стран. Метах этих мероприемств – демонстрация макчимости у региона и активизация международного супрацовництва. З отделниками выставы с устрелся Олег Синцюроу. Международная выстава «Бизнес у регионах» и «Бизнес-дни», яке проводится в ее рамках, по особенности завершается цикл международных мероприемств, яке сегодня прошли в Гомельской области. Экономичный форум, конгресс свободных экономичных зон полночной и уходной Европы, белорусско-польский форум, контактно-кооперационная биржа с родственниками Китая. И вот теперь новые сустречи и новые перспективы супрацовництва. Директор компании «Мир Италии» Амир Хаджикасанович Кажа, что на белорусском рынке уже в пять годов, а ли после Миланского форума «Экспо-2015» деловые совести активизовались, причины видовочные. У Беларуси ведьми профессиональные специалисты. Ваши эксперты, ваши технологии, ваши инженеры – это серьезно, образование очень высокое, значит потенциал большой. Самое главное сейчас использоваться такими именно собраниями или выставками, чтобы они чаще посещали, приглашали, чтобы мы друг с другом общались. Бизнес-дни в рамках выставы «Кермашо» организаторы выросли провести у першиню. Сироту денег уж мат-партнеров, за какими уже истинуют деловые совести, а ли сегодня размова головным членам об новых накерунках супрацовництва. Россия, Германия, Китай, Хорватия, Вьетнам, Бразилия – у денег и бизнеса Дёна Гомеля стали представители 11 края света. Причем темы для меркования выбирались зониками актуальности для Гомельской области. Системы транспортно-логистичных коммуникаций, новые технологии у агропромысловом комплексе, инновации у промысловом и громадянском будовнице. У ладальник компании «Шолглас» за Германии Юнтер Вайдеман робить справоздачу применение шкла у сучасном будовнице. Кажет, что это не только пригожа, а и экономично выгодно. У стекла есть замечательные возможности его переработать и сделать его более высококачественным продуктом с более высокой добавленной стоимостью. То, что мы сейчас видим, в Беларуси достаточно небольшие стекла в оконных проемах с небольшой площадью. Дело в том, что, применяя энергоэффективные стеклопакеты, можно добиться значительного энергосбережения. Представники Российской ассоциации армии и бизнес в Беларуси в Пешеню, сирот сферы интересов, туризм и оказания допомоги былым военнослужащим. Подчас визиту в Московскую область делегации Беларусской гондово-промысловой палаты и шла размова о помахчимости применения российского опыта у нашей краины, теперь на дешевый час обмерковать шахи сопротивления больше докладно. Наш опыт, наверное, можно было бы тиражировать и в Беларуси, потому что такая комплексная задача одновременно создания рабочих мест, одновременно подъем малого и среднего бизнеса, одновременно применение разных научных разработок в этом плане. Непосредная восстава бизнеса у регионов протягнется до 24-го кастричника. У планных у денег бизнес дён наведывание предприемцев в свободно-экономичные зоны в Умель-Ратон и некоторых объектов Будо-Кошалевского района. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадокомпания Гомель. У Гомеля на базе Республиканского навыково-практичного центра радиоцинной медицины и экологии человека отбылось и посаджение президиума Совета Гомельского областного объединения профсоюзов. Его отделники ознайомились с работой центра, так само доведались об выполнении договора по межнаймальникам и працованным коллективам. Сегодня центр оснащен самым сучасным обсталяванием. Больше как тысячи специалистов оказывают полный комплекс медицинских послуг. Даречи, значная частка пациентов – грамадяне замежных краин. Так само визитёры утекавила деянность первичной профсоюзной организации в опыт супрацовництва с администрацией. Як один со становчих прикладов, полову кошту харчаванья супрацовников компенсует наймальник. А кроме того, коллективным договором продуглежен и механизм выращения жилёвых проблем – медицинское обслуговывание персоналу, оказание розных видов материальной допомоги. В нашем центре сложен прекрасный тандем, социальное партнёрство между нанимателем и профсоюзной организацией. Мы чувствуем постоянную поддержку и взаимопомощь. Поддерживаются молодые специалисты. Работники могут проходить обучение иностранного языка, в частности, английский язык, бесплатно. У нас огромное внимание уделяется охране труда. Здесь действительно очень много уделяется организации труда, формированию социального пакета через все направления, включая в том числе и физическая культура, в том числе и вопросы, связанные с отдыхом, здравоохранением. Конечно, это вызывает уважение. То есть мы хотели бы, чтобы подобные по крупицам, собирая вот такие хорошие примеры, и всё-таки популяризировать. До инших тем. У Гомеля напереды дневыратовальники эвакуировали 19 жихаров, шмат поверхового дома по улице Кожара. Причина – пожару одной из кватер. Информация об узгарании поступила у подразделении МНС, каля 6-1 вечера. Гарила кватера и балкон на шостым поверхе. Огонь погрожал и балконом сумежных кватер. Прибывшие на место здарения выратовальники сутыкнулись с характерной для дворов шмат поверховок проблемой. Автомобили жихаров дома перешкоджали подъезду спецтехники. И каштонный час супрацовники МНС потратили на тое, каб у литеральном сэнсе протиснуться до необходного подъезда. Ветер спрыял расповсюдживание полами, а под рауляной и пластиковой обшивцы балконов. Выратовальники эвакуировали жихаров. Никто подчас пожара не потерпел. В результате пожара было повреждено имущество в самой горящей квартире, в жилой комнате и на балконе. Также имеются повреждения соседних квартир на вышлежащих этажах. Причина пожара устанавливается, рассматривается одна из версий. Это неосторожное обращение с огнем при курении. Протягиваем выпуск. У Гомельским областным драмтеатры стартовал парад премьер. На протягу ты дня на сцене будут представлены все проекты минулого сезона. Такое мероприемство у Гистории театра проводится у першыню. Подребязности у материаля Ганны Ковалевой. Три комедии, военная драма, краска и фантастика. Сегодня у афиши Гомельского областного драмтеатра назвы уже знакомых спектаклях. Театральный марафон с шести постановок собрал журналистов и крытиков с Беларуси и близкого замежа. Гости будут оценивать режиссерскую и актерскую працу минулого сезона. Подобных проектов ни у Гомеля, ни в целом Украине ясше не проводилось. Чем интересен Гомельский драматический театр среди других белорусских театров, так это своей индивидуальной афишей. Потому что если, например, в Минске названия какие-то более-менее узнаваемые, угадываемые, понятные, то лицо Гомельского драмтеатра оно очень отличается от других областных театров. И в этом смысле, конечно, предстоящая неделя вызывает любопытство. Ранее график артиста у театра был насыщенный гастролями и небогатый на конкурсные поездки. Этот проект послужит первым кроком на шляху до пьедыстала у разных фестивалей. Отримавший компетентную оценку экспертов и отзначивший моменты, которые потребуются до працуки, трупа театра уже 28-го кастричника представит свою творчость над ним с фестивалей у национальной драматургии. Творческим людям в собственном соку как-то не очень хорошо вариться, хорошо, когда нас любят, когда нас принимают, но хотелось бы все-таки услышать именно профессиональную оценку театральных критиков. То есть это не обязательно, что будет что-то резко плохо. Может быть, наоборот, у нас есть какие-то положительные моменты, которые нам подчеркнут, и мы будем этим гордиться. Не глядячи на то, что все спектакли уже знаемы глядачу, проблем с продажем квитков не было. До рыча, когда на гомельской сцене спектакль «Кахание Глубы» побачила 8 тысяч глядачу, то с гастрольными показами уже 12 тысяч. Заплячима выступления в Бресте, Витебску, Тамбове, Калининграде и Бобруйску, на Чарзе-Воронеж. А кроме этого удалейшим зуликом рецензии крытоков, коллектив театра «Почний рок» до национальной театральной премии звонил заслуженный и академичный. Ганна Ковалева, Валера Игапаньку, телерадио «Кампания Гомель». У Гомеля подвели выники конкурсу патриотичной фотографии «Яга на Руся, что я с Беларуси». Яго переможцами стали одразу 22 удельники. Организаторами конкурсу патриотичной фотографии «Яга на Руся, что я с Беларуси» выступили Головное управление идеологичной работы, культуры и по справах молодцы, Гомельского облывы Канкама, областный комитет громадского объединения БРСМ и Палац культуры Белецки. Конкурсанты отправляли свое фото на специально створенные у социальных сетках группы. У делу патриотичной акции примали грамадяне Беларуси у тымлику и те, яке проживаюць на территории інших краин. Конкурс не продугледжвау узростовых обмежаваннеў. Головны критерии фотоакции «Здымок» повинен был утрымливаць элементы атрыбутыки беларускай культуры, адлюстроваць национальный колорит и особливості нашей краины. Лозунг конкурсу «Яга на Руси, что я с Беларуси» закликал проявить прас фотосдымок шире почути любові и поваги до сваёй родной земли. В победителях есть участники, которые победили и с репортажной съёмкой, и с домашней съёмкой, и с постановочной съёмкой. То есть все люди, скажем так, влаживали частицу себя в свои фотоснимки. И мы по достоинству, я думаю, оценили этот вклад, этот позыв души, чтобы каждый человек, который хотел что-то нам донести, мог с достоинством сказать «Яга на Руси, что я с Беларуси». Волонтёрский рух по обороне бездомных живёл провёл у Гомеля доброчинную акцию «Подары им шанс». Это уже десятая спроба гомельских волонтёров уладковать добрые руки своих бездомных годованцев. Подробязности проведения акции у материале Вероники Ворошилиной. Ласкавые коты и котяняты, отданные собаки и счаняты. Браты наши меньшие самых разных узростов, афарбовок и властивостей в характеру. У кожного своя весёлая мянушка и однажасово сумная история волешного життя, без хаты и господарского клопоту. Старт 10-й доброчинной акции «Подары им шанс» супал с юбилеем однайменного волонтёрского руху по обороне бездомных живёл, якое денежное у Гомеля. Ягу историю пять годов тому почала писать звычайная жихарка областного центра Светлана Лапо. Сегодня улику ей помощников 40 человек. На опеце волонтёра около двухсот живёл. Амальпалу из них подчас акции спробовали знайсти господару. На мой взгляд, такие акции очень значимы даже хотя бы для того, чтобы пропагандировать гуманное отношение к животным, показать общественности, что действительно у нас проблема существует и что животных бездомных меньше, к сожалению, не становится и что решать проблему нужно гуманными методами, то есть стерилизацией и вот такими вот благотворительными акциями. Усе, представленные на акции дорослые живёлы были прищепленные и стерилизованные. Их дозволялось погладить и навык взять на руки. Одны хороджане покидали акцию хиба что не со слезами на вальшах, а ли так и не выбравши себе шатвероногого сябра. Иншие со своим выбором вызначались без лишних роздумов. Мы выбрали себе девочку. Я назову её Мартой. Я давно хотела себе чёрную кошечку. О, моя хорошая. Я думаю, что мы подружимся. Дочка захотела котика. Вот пришли взять котёнка. Знаем только, что ему два месяца. Как зовут, ещё не успели узнать. Я к животным отношусь нормально, потому что у нас уже будет третий год. Усего заводы и основания волонтёрского руха вырытавана больше, как тысяча бездомных живёл. Шмат зроблено порашение их проблем. На протягу доброчинной акции у Гомеля так само працавали специальные пункты, куда необыяковые горожане могли принести корм, леки и иншие необходные приналежности. Оказать допомогу волонтёрскому руху можете и вы, доведавшиеся больше подробязанную информацию по телефоне 8 029 674 21 65. Вероника Варашилина, Валерия Панько, Телер Радоакампания, Гомель. И на этом выпуск завершенный. У студии працавала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жидаем вам добрых новинов. До новых сустречу эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова